Доброе утро! В эфире новости моей Удмуртии. В студии Марина Баль. Коротко расскажу о предстоящих событиях наступившего дня. Сегодня для выпускников школ прозвенит последний звонок. Традиционным местом встречи всех выпускников станет летний сад имени Горького. Там в 2 часа дня для школьников начнется специальная праздничная программа. Официальные гуляния должны завершиться в 7 часов вечера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Ижевске состоится открытие фестиваля искусств «Арт-квадрат». Его участники будут бороться за право поехать на Всероссийский молодежный форум «Селегер-2013». Кроме того, победители получат поддержку и помощь в выпуске собственного музыкального альбома, съемке фильма, либо организации персональной выставки или даже постановке спектакля. А в субботу в Ижевске проведут акцию по раздельному сбору мусора. Организаторы предлагают отправиться в лето с чистой совестью, принести мусор и разложить его по контейнерам. Можно будет на двух площадках в лесном массиве рядом со школой 85 и по течению реки Подборенко. Сегодня в Ижевске с рабочим визитом ждут руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Велоконева. В профильном республиканском министерстве надеются, что итогом визита станет дополнительное федеральное финансирование на молодежные проекты. В Удмурте интересных идей и задумок очень много, их сегодня и будут обсуждать, но о некоторых решениях уже можно говорить. Москва нам предлагает в сентябре и в октябре провести фестиваль педагогических отрядов Приворска Федерального округа. Я считаю, что до этого мы готовы. У нас есть хорошие наработки, опять же, хорошие ребята, которые прошли хорошую школу, они востребованы, и только в Удмуртской республике. К другим темам. За судьбу третьей молочной кухни переживают ижевские мамы. Ее могут закрыть на ремонт, а дети останутся без кефира и творога. Такие слухи уже давно распространяются среди родителей. Помещение действительно нуждается в капитальном ремонте, подтвердили сегодня в Минздраве. Однако малышей без порции кисломолочного продукта не оставят. Светлана Буланова в этом убедилась. Третья молочка ежедневно выдает 500 порций детского питания. Светлана Ерутова не ленится. За творожком и кефирчиком приходит каждый день. Надовалого Артура без полезного питания оставлять никак нельзя. Сегодня молодые мамы обеспокоены. Слухи о том, что молочную кухню закроют на ремонт, входят уже давно. Главное, чего боятся родители, не повторится ли история со второй молочной кухней на бумаше, которая также сначала закрылась на ремонт, но так и не открылась. Продукция, которая получается на молочной кухне, она более натуральная и полезная, я бы сказала, для ребенка. То, что в магазине продают, это немного не то. Даже взрослый иногда не переварит то, что в магазине. А здесь именно он такой нежный, полезный. И закрывать, ну не знаю, мы тоже за это очень сильно переживаем. Однако родители соглашаются, восстанавливать кухню нужно. Помещение не ремонтировалось 10 лет. Фасад здания это выдает. Внутри тоже нужно все подлатать, делятся сами сотрудники. Однако пускать в цех не стали, объясняя, что там особая стерильная чистота. На сегодняшний день капитальный ремонт необходим. В данной ситуации, я бы хотела сказать, можно обойтись и текущим ремонтом на сегодняшний день. Все документы Министерства здравоохранения отданы и находятся на рассмотрении. В 2013 году речи о ремонте не идет. Есть планы, что мы можем закрыть молочную кухню на ремонт. В 2014 году, возможно даже в 2015 году, в зависимости от того, как будет утвержден бюджет республики, принят закон о бюджете на 2014 год. Даже если будет закрыта молочная кухня на ремонт, детское население не пострадает в плане обеспечения кисломолочной продукции. Кисломолочная продукция выдается 2000 ижевским малышам. Свои кефирчики и творожки дети в основном получают с первой кухни. За сутки здесь выпускают почти 2000 порций. Готовится все на карусели. Так называют в первой молочке этот новый разливочно-фасовочный автомат. Сухую закваску привозят из Москвы. Молоку особое требование. Его жирность должна быть 4%. Иначе творожок не получится. Это уже новая специализированная технологическая установка, которая позволяет заливать продукцию в стаканчик и, соответственно, закупоривать. Тут уже полностью не соприкасается с воздухом ничего. То есть уже технически работает оборудование на современное и уже соприкосновение с воздухом не происходит. Если загрузить кухню на полную мощность, здесь могут за одни сутки выпустить 5000 порций детского питания. И я думаю, что мы можем в условиях нашей молочной кухни накормить весь город. Детей всего города. Родителям переживать не стоит? Нет. Родителям переживать не стоит. Раздаточные пункты будут работать. Не то, что город, все Удмуртию сможет накормить первое молочко, потому как сегодня в республике детское питание получает всего 3000 малышей. Так что родителям переживать не стоит. Даже если третью молочную кухню закроют на ремонт, родители этого даже не заметят. Кефир и творожки им будут привозить с первой молочки. И выдавать здесь же, на раздаточном пункте. Светлана Буланова, Вия Дериндяев, Артем Пушин, телеканал «Моя Удмуртия». Долгожданное открытие Центра экстракорпорального оплодотворения в Удмуртии намечено на День медика. Об этом сообщила главный врач 1-й республиканской клинической больницы Надежда Михайлова. На сегодняшний день он открыт в своей работе. Закончен ремонт, установка оборудования. Прошли обучение кадры, которые будут заниматься вопросами экстракорпорального оплодотворения. Торжественное открытие мы планируем в День медицинского работника. 10 июня. Первые 20 пар уже проходят подготовку в Центре. Всего в очереди было 2000 человек. Эти данные сейчас уточняются. На этот год Центр ЭКО в Удмуртии получил квоту на 250 человек. Жители маленьких и отдаленных деревень Силтинского района запасаются продуктами сразу на неделю. Другого выхода у них нет. Купить хлеб можно только по четвергам, когда к ним приезжает автолавка. Селяне не жалуются, радуются уже тому, что машина с продуктами приходит в любую погоду. Анастасия Редько расскажет подробнее. Свежий хлеб, овощи, сладости и другие продукты здесь разбирают в два счета. Берут с запасом. В следующий раз автолавка в Егоровск приедет только через неделю. А до ближайшего магазина он в соседнем Валамазе почти 12 километров. Хотя есть мясо, молоко, зерно, колбасы взяли, конфеты, хлебы, все такое необходимо. Фураж и зерно все покупаем для скота. Скота много держим. Поэтому заказываем и не привозят. Заказы случаются принимать и дома, по телефону, рассказывает продавец Светлана. Хотя за пять лет она уже выучила, какую колбасу или рыбу предпочитают Ивановы или их соседи Петровы. Для старушек приезд Светланы – настоящий праздник. Сюда, в деревню, на восемь домов редко заезжают гости. Когда в деревне закрыли магазин, бабушка Лена даже не припомнит. Давно, лет 10 не меньше. На десяток жителей содержать убыточную торговую точку стало невыгодно. В Егоровце начали продукты подвозить из райцентра. Хоть и не часто, только по четвергам, но жители это вполне устраивают. Еще ни разу автолавка не подвела. Товары привозят и осенью в бездорожье, и зимой в снегопады. Все свеженькое. Очень нравится. Лучше некуда. Нам старушек. Вот так от души обеспечивает эта женщина. Хотя автолавка и не всегда работает в плюс, но закрыть маршруты значит оставить жителей глубинки голодными. Только в одном Селтинском районе этот магазин на колесах кормит почти тысячу человек. Также она принимает заявочки на крупногабаритные товары. Это мебель, строительная, сложная бытовая техника. Доставка у нас осуществляется тоже транспортом райпо, конкретно до дома. И бесплатная доставочка. Подсчитав покупателей, все ли пришли, Светлана сворачивает торговлю. До конца рабочего дня ей надо объехать еще три деревни. Анастасия Редько, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Жители Удмуртии будут копить на капитальный ремонт. Напомню, с 2014 года плата за него будет обязательной для всех жильцов. Федеральный закон был принят еще в конце прошлого года, а сейчас готовятся необходимые документы в регионах. Минимальный размер платежа будет устанавливать правительство. То есть минимальный размер платежа будет предусматривать фиксированный набор работ, который должен будет регламентно провести в установленные сроки на этом доме. И граждане, которые решат, что им нужен будет больший объем работ, вправе собирать в большем объеме. Сегодня в Удмуртии больше 11 тысяч многоквартирных домов. Все они, независимо от возраста, войдут в программу капитального ремонта, где будет четко прописано, в каком году какой дом и как именно будут ремонтировать. Программа будет рассчитана минимум на 20 лет. После того, как ее примут, это произойдет до конца года, жители Удмуртии должны решить, как именно они будут копить деньги на ремонт своего дома. Тут возможны два варианта – открыть индивидуальный счет на дом или вносить деньги в общий региональный котел. По предварительным оценкам Минстроя, первые платежи жители Удмуртии начнут наносить не раньше мая следующего года. Высший пилотаж показали школьники в запуске кордовых авиамоделей. Чтобы посмотреть, чей самолет лучше и быстрее, на четвертые республиканские соревнования по авиамодельному спорту съехались восемь команд. За полетами железных птиц наблюдала Дарья Соловьева. Первым делом самолеты, все остальное потом. Саша готов проводить дни и ночи за конструированием самолетов, лишь бы его железная птица взмыла в небо. Заниматься сборкой авиамоделей Сашу обязала его полетная фамилия Гагарин. Самолет управляется землей с помощью вот таких усиков-кордов. Такая авиамодель находится не в свободном полете, в отличие от радиоуправляемой модели, например. Но в этом и заключается ее прелесть, считает Саша. Когда самолет заводится на ручки, ощущается его каждое движение, малейший толчок, ветер, как-то колышет его. Такое ощущение, как я сам лечу, будто вынесли на лету. Чувствую как себя. Чтобы сконструировать такую модель, понадобятся несколько месяцев свободного времени и самые простые материалы. Пенопласт, дерево, пленка. Пленка для крыльев этого самолета привезена из Китая. Дерево из Южной Америки. Но есть у этого самолета детали и из России. Например, топливный бак – это консервная банка. На соревнования участники представили самые разные кордовые модели. Простейшие, пилотажные и самые сложные модели копии. Очень сложные модели в плане изготовления и качества – это, конечно же, модели копии. Они должны максимально быть приближены к настоящим моделям. И структура, и окраска, и технологии изготовления. Они должны быть точные копии, уменьшенные настоящих моделей, летающих точно так же, как и настоящих. Эта авиамодель – копия советского истребителя Ла-7 времен Второй мировой войны. На дне Антон Карпел три месяца. Садился за работу только в хорошем настроении. Хорошее настроение, конечно, оно всегда помогает, как и в спокойствии. Собственно, когда ты делаешь, к примеру, копийный самолет, то там очень многое зависит от мелких деталей. При их изготовлении нужно быть очень сконцентрированным. Сложно не только послать железную птицу в небо, но и посадить ее на землю. У этого участника явная неудача. Чтобы показать высший пилотаж, нужно пролететь 10 кругов вокруг кордодрома и сделать дополнительный финт – петлю, обратный полет или сбросить груз. Дарья Соловьева, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». На этом все. Удачного вам дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok